Продолжение следует... В этом случае рекомендуем посмотреть оба видео. Ссылка на настройки в Windows в описании. Интерфейс операционных систем Apple и ее разные версии — Каталина, Сиера, Мохаве — тоже отличаются. Не обязательно в это глубоко вникать, если вы не в теме. Просто то, что мы показываем сейчас, может немного отличаться от того, что у вас на экране. Главное — запоминайте название инструментов. Первый способ — включить французскую клавиатуру. На рабочем столе в правом верхнем меню кликаем по значку «Язык». У вас там может быть российский или британский флаг. Открыть настройки клавиатуры. Кликаем по языку и ищем в списке «Французский». Если вы не нашли его в списке, то в поле поиска вбейте название «Французский». Очень важный момент. Apple предлагает нам несколько вариантов французского. Канадская французская, французская ПК, швейцарская и прочее. Здесь можно ошибиться. Символы у этих наборов существенно отличаются. Выбирайте просто французское. Второй способ. Заходим в настройки клавиатуры через главное меню. Кликаем по яблочку слева «Системные настройки». Переходим в язык и регион. Кликаем по настройкам клавиатуры. Меню, которое вам уже знакомо. Внимательнее. Выбирайте просто французский. После того, как вы выбрали язык, возвращаемся в системное меню. Универсальный доступ, клавиатура. Затем нажмите «Ассистивная клавиатура», выберите «Включить». На Декстопе появляется не что иное, как клавиатура, дублер вашей сенсорной или кнопочной. Проверим еще раз в языковом меню. Флаг Франции. Отлично. Можно начать работу. Все просто. На экране вы видите нужные вам символы, а под экраном привычные русские латиницу. Они заговорили по-французски. Проверяйте. Бонусом к этому видео мы покажем важные для правописания комбинации клавиш на французской клавиатуре. Делайте скриншоты и добавляйте в понравившееся, чтобы всегда было под рукой. А теперь бонус. Мы покажем, как печатать диакритические знаки и аллигатуры. На клавиатуре мы видим и домики, и точки, и палочки. По-научному «акут», «гравис», «дейзерис» или «трема» и «циркумфлекс». Произносить так допустимо только на русском языке в контексте лингвистики как науки. По-французски названия диакритических знаков выглядят вот так. Домик ставится над этими гласными. Зажимаем русскую «Х» и добавляем нужную букву. Пробуем. «Трема», точки над гласной, ставятся тоже с помощью русской «Х». Нажимаем русскую «Х» одновременно с «Опшен» и далее любую гласную. Обратите внимание, а «трема» нет во французском. Чтобы эти гласные напечатать прописными, нажимайте русскую «Х» одновременно с «Опшен» и не отпуская «Опшен» нужную гласную. Теперь про «Си-Ди» и гласные сакуты-гравис. Их нужно просто запомнить. Девятка — это «Си-Ди», «Ноль-А», «Семерка» и «Двойка-Э» с разным насрочным знаком. Русская «Э» — «Ю», русская «Ж» — «М». Для того, чтобы сделать прописными, нажмите «Капслок». При активной клавише добавляйте «Двоечку», «Семерку», «Ноль» или «Девятку». На строчного «Ю» — обратите на это внимание, нет во французском. Легатура латинских букв — это просто сочетание клавиши «Опшен» и «Ща». Прописная легатура — добавляем клавишу «Капслок». Если «Ворд» настроен на французский язык, то будет происходить автозамена. Если напечатать «О» и «Э» рядом во французском слове, они автоматически сливаются. Обращайте внимание на пунктуацию и цифры, не пренебрегая тиме. Цифры — это сочетание клавиши «Опшен» и любой необходимой вам цифры. Обращайте внимание также на знаки, которые на клавиатуре. Точка с запятой, запятая, буква «Ю» русская, русская буква «Б» и так далее. Если вам нужно напечатать собачку, это крайняя левая клавиша по «Escape». Обращаем внимание, что в некоторых печатных изданиях игнорируют надстрочные знаки, если предложение начинается с буквы, где он есть. Попросту из-за ленин. Хотя можно оправдаться данью традиции прошлого. Формы в печатных машинах были универсальными. Латинский алфавит — удобный для английских, немецких, французских изданий. Специально для французского изготавливать формы с надстрочными знаками было накладно. Кроме того, надстрочный знак добавлял высоты, и это не вписывалось в типографические стандарты того времени. Разработка нового клише, как вы понимаете, была неактуальна по тем же экономическим соображениям. Освоить ассистивную клавиатуру полезно не только для французского письма. Это здорово выручит, если подэкранная клавиатура залипла или пострадала, скажем, от чашки капучино, или неуемного интереса вашего питомца к премудрости МАЙТИ. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ